Всем салам, ребят! Вы, наверное, все в курсе то, что не так недавно, а точнее. В феврале месяце мы ездили в Казань командой Saints и участвовали там в турнире. И под шумочек нас пригласили разработчики на интервью с ними, чтобы мы им позадавали вопросы. Так вот, этот видеоролик вышел, и я хотел бы сделать на него реакцию и пообсуждать с вами, какие вопросики вырезали, и, так сказать, пообсуждать с вами, что же не так в этом интервью. Может, разработчики что-то вырезали из вопросов, да? Как бы, что-то чего не угодно вам. Короче, ребят, смотрим реакцию. Так, короче, скажу так. Вайбик в Казани был прикольный, да, админы классные в жизни. В интернете они очень злые на меня. Подпишись на канал, чтобы подобные ролики выходили чаще. Ага, let's go. Всё, что я хотел спросить, у меня вот тут в телефоне до сих пор записано. Значит, начнём с того, что я со старта знаю, какой мой вопрос вырезали. Значит, сколько сантиметров у разработчика с самого старта спросил, почему это не вставили, непонятно. Есть ли у вас идея о перед... для того, чтобы переделать формат батлпасса? Угу. Потому что, к сожалению, на данный момент батлпассы... Ага. Это просто новый формат кейсов. Но батлпасс неинтересно. И у тебя есть возможность забрать один из нескольких... Не, батлпасс неинтересно. Давайте вот это вот. Ага. Вот этот монтажёр, который монтировал этот ролик админом, я тебе хочу сказать, брат, ну у тебя реально над монтажём, над прикольщиками надо поработать. Это очень много разных скинов, там Спас добавили, Беретты, Коктейль Молотова, все это ждали. И самое интересное, что на стримах в роликах задают комментарии, будет ли доваляться в игру ложный... Да, я тоже самое спросил, насчёт ложной гранаты или Зевса, ну хотя бы Зевс. Если бы добавили бы Зевс, в этой игре можно было бы контент строить на троллингах, как ты за углом стоишь, например, в КС-ке и убиваешь типа Зевса, или прыгаешь на него, убиваешь его Зевса. Ну ложная граната, это ну типа дефолт, она должна быть как будто бы в любой игре. Почему её не добавляют, не знаю, но возможно в этом обновлении добавят. Насчёт оружия, которое в будущем будет добавляться в игру, это достаточно обширная тема, и мы смотрим не на один проект, мы смотрим на много разных проектов, мы смотрим на реальный мир, мы также подключаем свою фантазию, когда хотим добавить... Причём тут реальный мир? Буквально вот первые шаги, когда мы... Реально, вот разработчикам, когда задавали вопросы, они по факту коротко и ясно не отвечали, они начинали рассказывать какую-то историю, стихотворение, я не знаю, какого-то Пушкина, Александра Сергеевича, Есенина, ёпта, а потом только на вопрос отвечали, и то отвечали как-то по водяному, знаете, ну как будто бы плавали по морям, по морям, типа, и, ну типа, даже конкретного ответа не было. Не исключено, что в плане огнестрельного оружия тоже мы когда-нибудь придём к тому, что захотим какую-нибудь уникальную пушку сделать, с уникальной формой, с уникальными характеристиками, чтобы у неё не было каких-то реальных аналогов, потому что это может быть интересно. Вот мы скорее этого принципа придерживаемся, у нас нет какого-то чёткого плана, мы каждый раз... У нас нет какого-то чёткого плана. У нас нет какого-то такого плана добавить вам нормальный античит, ну, хоть мы тут говорим и про оружие, но да ладно. Да, что вот к вот этому сезону, который выполнен в такой-то тематике, он несёт такой-то... Напомню, вопрос про ложную гранату и Зевс. Поделившись со всем этим, мы решаем, а вот сюда подойдёт вот это оружие, а вот это, или может быть что-нибудь ещё придумать. Гранаты — это отдельная история, а в принципе такая тактическая штука. То есть в данный момент относительно свежим является коктейль Молотова, мы ещё вносим какие-то изменения, и возможно они будут в дальнейшем. И когда мы поймём, что мы уже на таком этапе, что мы готовы добавить ещё больше каких-то тактических возможностей, то велик шанс, что такая штука тоже появится. Когда появится? О, легенда вопрос задаёт. Начнём, наверное, с того, что почему я как глобал запускаюсь в ММ, против меня попадаются сильверы в пати с элитами, и мне даётся даже за один проигранный раунд уже минус ММР. Ну, это, слава богу, вроде бы нормально сделали, но... Но, ага. Даже при ливе игрока ММР даётся не так, как надо, и апнуть звание очень трудно. Помимо этого, когда вы пофиксите наконец-то баг плеча, потому что чилы, которые 24 на 7 сидят в фиксе... Но баг, когда ты запуска... ...то, что мы играем... Вот, насчёт того, то, что элиты запускаются с сильверами. Этот баг не пофикшен на сей момент. Не знаю почему, он просто не пофикшен. ...которые 24 на 7 сидят в фикселях, и оттуда их очень тяжело убить. Причём, то, что мы играем сейчас все на телефонах в киберспорте, в телефоне, вот в этом маленьком экране, типа, который будет сидеть в баге плеча, будет не видно. — Смотри, по ММР уже в данный момент идут тесты на лайве. — Угу. — Уже помимо... — Но ММР уже сделали. Всё, тут понятно. — Граница поиска, которая совсем в другой лиге. — Но тут вопрос не в этом был, тут вопрос был в баге. Граница поиска — это другое. — То есть смотрим, чтобы вот таких вот ситуаций, которые сильно дезморалят, их было прям минимум. Возможно, загнать её в абсолютный ноль не получится, но минус ММР будет не такой душный, как было раньше. — Да, как сказал Никита, обновление ММР и обновление подбора вышло в седьмом сезоне. При этом понятно, что возможны какие-то и последующие изменения, если текущая система седьмого сезона будет вызывать вопрос. — То есть, когда выйдет этот ролик, выйдет обнова, против меня не будут голды какие-то или же бронзы, когда я буду играть в ММР? — Да, разница внутри лобби, она станет чуть уже. — Ура, победа! — Кстати говоря, насчёт того, что это разница подфикшена, хочу сказать то, что я, например, последний раз сыграл вроде бы дней 5 в МММ назад. И действительно, когда я запустился в МММ, за меня были одни элиты и против меня были одни элиты. Причём, ну, разницы в ММРе не было такого, что там был кто-то мастер или чемпион. То есть, в принципе говоря, то, что против тебя попадаются норм челы, ну, вот, всё видно. То есть, действительно, за тебя не кидает или же против тебя всяких голдов, из-за которых тебе дают меньше ММРа. Но баг того, когда глобалы запускаются в пати каким-то, ну, там, багом, чтобы ты запустился с сильвером, не пофиксили. — Ну, например, есть баг с бронзой. — Вот, я про него говорю. — Ты можешь запуститься в пати с бронзой. — Да, да. — Играть с ними и фармить ММР. — Смотри, баги — это уже отдельная история. Их надо чинить. — Это же ваша история. — Это, безусловно, так не должно работать. — Ну, да. Но почему так работает? — А-а-а! — Потому что ещё не починили. — Почему ещё не починили? Чтобы вы понимали, этот баг есть со старта игры. И о нём узнали год назад. И его до сих пор не пофиксили. — Обязательно к этому... — Даже после того, как я задал им этот вопрос, его до сих пор не пофиксили. — То есть и починили. — Хорошо. И бак плеча, а потом уже франтич. — Вот бак плеча. — Бак плеча — это прям долгая боль. Это очень старая проблема. — Факт. — И многие, на самом деле, её недооценивают, потому что не знают, как бы, глубины. — Все знают. Ну, скелет персонажа и так далее и тому подобное. — Я очень коротко стараюсь. — Моделька кривая. — Всё зависит от текущего скелета персонажа. То есть его текущий скелет заточен на определённый паттерн анимации, который мы используем на всех абсолютно персонажах, со всеми абсолютно оружиями. И, соответственно, это очень большая система. — Но? — Из-за того, что она настроена так, как она сейчас настроена, и случается вот эта история. Мы пытались делать это... — Мы пытались. — Лёгкими правками. — Да, скинули с левого плеча на правое плечо. Но! Этой проблеме уже несколько лет. Я не понимаю. Ну, баг плеча — это не читеры, да? Как бы, как я понимаю, ну, студии очень тяжело бороться с читерами. Но! Долбанный баг плеча, который даёт огромное преимущество игроку. Это не сказать, что это софт, да, как бы. Но! Баг плеча, он... Это огромное преимущество перед противником. То есть, ну, противник тебя не видит из-за этого бага плеча. И, по сути, идёт неравноценное соревнование. Да даже на том же киберспорте ты смотришь, все челы облизывают, стенки просто стоят в пикселях. Ну, какой это киберспорт? Ну, для меня киберспорт — это когда ты вы... Ну, вы выходите, там, я не знаю, флешки, смоки, на ими перестреливаетесь, а не когда вы стоите возле добанного пикселя и просто перестреливаете противника. Ну, это... это просто... это... это позор. И почему этот баг плеча не фиксится на протяжении двух-трёх лет, непонятно. — Малой кровью, но это не получается. Поэтому она переделывается комплексно уже достаточно долго. — Да, несколько лет. — Рано или поздно мы к этому новому скелету, под который всё перестраивается, придём. Ну, что говорит сейчас админ, то что, типа, чтобы пофиксить баг плеча полностью, нам надо переделать полностью скелет персонажа. То есть построить, сформировать его по-другому, чтобы этого бага плеча не было. Я не знаю, сделать его чуть выше, я не знаю, или ещё что-то. Но! На это нужно дофига времени, потому что под каждое оружие положение рук надо менять для скелета. Но! Прошло много времени, прошло 2-3 года. Как бы, ну, 2-3 года переделывать скелет персонажа, но это бред. — Просто задерживаются... — Чуть за скорпиона. — Из-за того, что мы не стоим на месте, проект не стоит на месте. Выходят новые оружки, новые какие-то анимации. — Ой, что, блин, это что? Это, типа, рисовка скелета мне показывают? — И всё это приходится поддерживать заново, как... — Это чел, который баг плеча юзает. — В новом скелете, так и в текущем, который на данный момент есть. — Но при просьбе, при просьбе пофиксить баг плеча, с левого плеча вы просто его перенесли на правый. — Слева направо просто перекинули. — Что больше не происходило. Вы просто перенесли баг плеча с одной руки на другую. — Да, это была попытка как-то облегчить ситуацию. — Спасибо. — Мы два года переделываем скелет. — Ну, просто в моменте мы подумали, что если с одного плеча на другое плечо перекинуть, возможно, баг пофиксится. Ну, не пофиксится, ну и ладно, играйте теперь на другом плече с багом. — Понятное дело, что она не работает так, как нам надо. Мы, разумеется, исправим. — Когда? Ну, я вопрос... Я клянусь в конце своего, когда мне админ отвечал, да? Мы это всё исправим. Я задавал вопрос, когда? Когда? Да. Нет конкретных дат. Постоянно обещания. Почему от необещаний? — Здравствуйте. — Опа. — Тёма, наконец-то вопрос задал. — Про баланс оружия ещё хотел добавить. — Он тут ныл про дробаши. — Вышла карта Дюна и, ну, все в киберспорт играют просто в пять дробовиков. Пять на пять дробовики. Ну, я не знаю, что это за такой киберспорт. — В этой игре, как будто бы, киберспорт — это сплошной багаюз. Типа, ну, Дюна — это, ну, карта дробовиков, это факт. Ну, что ты хочешь в этой игре? Тут баг плеча три года не фиксят, Тёма. — Сама карта, она очень маленькая. Дробовики, балансное оружие. Все бегают пять на пять. Все про это говорят. — Чел вопрос задаёт монтажер. Просто вставляет, как чел кипит. Ну, ты е**ан. — Я не знаю, это просто даже смешно смотреть, что на про матча. Все бегают пять на пять с дробовиками. Вот, ну, хотя бы, окей, эско, эско. Ну, не шо ты это на гол. Окей, это нормально. Но дробовики — это полный дисбаланс. — Да, дробаши и дисбаланс. — Да, это вот прям. — Я даже на том же сенстоуне, типа, челы, который с дробашами аппона занимают, и сюда ты тоже пройти не можешь. — Хотя бы на Дюне не было пять на пять дробовиков. — Когда-то начался с паса, на дистанции ПП-шки убивает со спаса в голову, наносять и 200 урона. — Я отвечу на это флос. Сперво-наперво хочется дать комментарий по поводу карты Дюны. — Ага. Она. — Ага. Ага. — Она как будто бы размером, как полигон. — Ага, как ты сказал, свежая. То есть, вышла относительно И очевидно, что у карт, если есть какие-то проблемы, и мы получаем об этом фидбэк, в дальнейшем мы будем эту карту переделывать. Понятное дело, что переделка карты не занимает один день, одну неделю. Чего вы ее расширите? Это долгая, крепотливая работа. И очевидно, что для того, чтобы ее переделывать, фидбэк должен поступать не только от какого-то одного игрока, а от одной команды. Все-таки стендов, это не только про киберспорт, это еще и про обычных игроков, которые... Монтажер, блядь, я ответ на вопрос слушаю, блядь, какая мама, блядь, Женя, купи домой хлеб, и молока, и огурцы с помидорами. Женя, купи маме молоко. Сенстон. Что из-за вставка, блядь? Чел, про дробащи отвечает, блядь, что вы вставили? Иван Тезо трек, в своей сути, он будет давать определенный импакт, который будет соизмерим в любом другом гану на этой оружии, на этой карте. Вот, а если взять дюру, да, там в основном ребята должны играть дробовики, потому что просто дистанция на картах между объектами, она маленькая. И лучше оружия, чем дробовик, на этой карте просто не придумать. Вопрос про дробовики понятен? Нет, непонятен, блядь. Ответили вопрос, почему на дюне играют с дробовшами, потому что она маленькая. У нас есть целая команда геймдизайна. Ага. Она занимается различными особенностями, различными вещами внутри игры, в том числе и балансом. Я уверен, что дробовики тоже часть их рассмотрения сейчас. Поэтому, да, это не быстрый вопрос. При этом, если внутри по статистике мы видим, что дробовики очень сильно выбиваются, это будет меняться. То, значит, дробовик фиксить не надо. Но если дробовик вырастает, то, значит, его надо фиксить. Ага. Понял. А просто поиграть в эту игру, админы, вы не пробовали? Ну, реально. Ну, просто реально поиграть в свою же игру. Ну, просто поиграйте. ММ на высоких званиях, я не знаю. Против киберспортсменов на дюне поиграйте. Против... Ну, и в ММ просто на больших званиях на Синстоуне запуститесь. Посмотрите, что такое дробовики, если вы хотите понять, что такое дробовики. Ну, как бы, ваша статистика и аналитика по игрокам, что они чаще берут, да, ну, она берется со всех юзеров. Начиная от новичков, заканчивая, ну, как бы, да, уровня игроков выше среднего. Ну, как бы, ну, начиная от новичков, заканчивая профессионалами. И количество игроков, которые играют среднее, ниже среднего и нубики, да, как бы, это процентов 70 в этой игре. И каким образом тут будет браться статистика, если вы на собственном примере не будете заходить в игру, а будете смотреть на просто какие-то проценты. Ну, зайдите в катку, ёпта, поиграйте с дробовиками, посмотрите, что это, поиграйте против дробовиков. У меня вопрос. Ага. Вопрос от комьюнити, от меня, от Мамонта. От мамы. От серебра. В нашей любимой игре Stand of 2 помимо золота также присутствует серебро. И, к сожалению, помимо боксов в магазине серебро никак не задействовано. Так. Плюсом мы начинаем замечать, что с каждым обновлением не задействованы рамки, не задействованы какие-то уникальные аватарки, какие-то уникальные наклейки, которые можно было бы всё это собрать и поместить в магазин серебра. Прекрасно понимаем, как это отразится на игре, потому что серебро всё-таки тоже конвертируется через золото. А зачем нам магазин серебра? Подождите, секунду. Вот у меня 31 тысяч серебра. Что мне на это серебро купить? Ну, контейнер? Кстати, после этого вопроса, после этого вопроса, после этого вопроса, чтобы вы понимали, видео снималось два месяца назад. Мне кажется, после этого вопроса, сделали так, что шарбокс начали, шарбокс можно теперь продавать за голду. У меня такое ощущение, что когда Веля задаёт вопросы, это, ну, сразу всё делают. Но, особенно, если это связано с рынком. Мне кажется, и вот его первый вопрос, изменение батл пасса, там всё поменяют. И магазин серебра в следующей обнове будет задействован. Но, реворка дюны и фикса дробошей не будет. Также бага плеча не пофиксят. И подбор ММ, но это уже пофиксили во время того, когда я задал вопрос. Ну, то есть, понятно. Это и студии будет довольно интересно. А, рыночный контент мне особо не интересен. И особенно серебро. Скинов на рынок. Ерлан ставили. Утилизировать. Ну, спасибо. Не за что. Давайте дальше. Хочется задать такой вопрос. Да. Как вы все прекрасно знаете, смотря наши ролики и в целом какие-то группы, паблики в ВК и ТГ, у нас в игре очень много талантливых концептов. Ага. И, само собой, у многих есть запрос на торговую, ой, на мастерскую в этом проекте. Факт. Про мастерскую я тоже добавлял. Там вопросы, скорее всего, не вставят. Мастерская в игре это имба. Это контент можно придумывать. Но главное, чтобы там были рут-права. Не просто высокие прыжки. Чтобы был ноу-клип, как в КС-ке. Знаете, чтобы ты мог, типа, летать по карте, чтобы следить за юзерами. То есть, придумывать всякие шоу можно в мастерской, собственные карты, чтобы нанять чела, который сделает в мастерской тебе собственную кастомную карту. В которой ты сможешь отснять какое-то шоу, какие-то бэхопы, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Как бы отталкиваться от шести карт, но это очень мало. Ведется ли работа по поводу мастерской, и насколько это возможно с учетом авторских прав и прочих историй? Отличный вопрос. Мы восхищены количеством контента, который есть сейчас. И уверены, что его будет еще больше от наших игроков. Некоторые работы просто вау. Я бы рад был увидеть их внутри игры. И не только я. Студия тоже была бы рада. А много есть концептеров, которые делают классные скины. Мы прорабатываем юридические аспекты, так как использование контента, который произвел не ты, все-таки вызывает достаточное количество юридических вопросов. И мы видим путь, соответственно, оно есть в наших долгосрочных планах. Монтажер. Я бы тебе, сука, вот этот шарик клоуна в очко запихал. Еще одна кринжовая вставка? Я не думаю, что это будет. Этот клоун придет тебе домой. При этом в каком-то обозримом будущем мастерская будет. Ура! В будущем будет мастерская. Ура! Не спорю, что в планах, которые там публиковались в ВКонтакте пару лет назад, очень много всего наобещали. Тогда студия была достаточно молодой. То есть там работало сильно меньше людей, чем сейчас. И тогда люди... Сигма. Ну зачем ты, блядь? Вот, все, вставил 2 секунды. Человек отвечает на вопрос про мастерскую. Ну все, хватит, затягивает. Не очень здраво оценивали свои силы и возможности. Сейчас мы повзрослели, нас стало больше, у нас появились крутые специалисты. Теперь мы точно знаем, что говоря о том, что мастерская будет и... Когда? Когда? Вопрос я задал, когда? Аудитория интересует, когда, а не то, что она будет. Факт. Когда будет? Уже в работе. Когда? В этом году маловероятно. Ну пошел я на... И все, кто ждут эту мастерскую, тоже. Мастерской не будет в этом году. Ну хотя бы она в разработке. Так же, как, наверное, клиент-сервер. В следующем. Или хороший античит. В следующем году. Спасибо. Добавите ли вы оперативников, которых можно будет либо выбить с батл пасса, либо же выбить с кейса и потом продавать на рынке, а также надевать на своего персонажа. И допом сделаете ли вы оперативников, похожих на блогеров из этой игры? О, да. Это было бы круто, реально. Ну, оперативников... У меня что-то есть подозрение, что в этой обнове добавят оперативников. Почему-то. Которых можно будет получить с батл пасса. Было бы прикольно, да, потестить такую штучечку. Потому что, ну, прикиньте, сделать оперативника, который похож на меня. Ну, в принципе, тешников, в принципе, можно не менять. Они все похожи на меня. Да, ты хотел пошутить, блядь, сраный ублюдок. Ты думаешь, смешно это, блядь? Нет! Не надо... Ну, в плане... Было бы прикольно сделать оперативников, похожими на блогеров. Было бы классно. Какую-то фишку добавить, там, не знаю, брелок какой-то. Ну, в кармане какой-нибудь диггл. Осуждаю этого Магомеда, он не думал, о чем он говорит. Оперативники похожи на блогеров. Ну, яркий пример тому Fortnite, которые добавляют в персонажей всяких небезызвестных. Рэперы, Человеки-пауки и так далее. Оперативники будут? Ура! Ждем этой обнове оперативников. По-любому, в восьмом сезоне или какой-то сезон, не знаю, короче, в 0.28.0, как будто бы будут оперативники, точно. А девочки будут? С девочками сложнее, потому что... С девочками по жизни сложнее. Все-таки должны отвечать на это ребята, которые напрямую занимаются разработкой, анимацией и так далее. При этом, насколько я знаю, сложность с добавлением женского персонажа в том, что у женского персонажа другой скелет. Он по-другому двигается, и это просто увеличение работы координатных персонажей. Но женских персонажей добавить в эту игру, это столько анимешников себе и суходрочеров их купят. Это просто вау! Я не знаю, если добавить девочек скины, да, как бы, оперативников, да, на персонажей, мне кажется, все катки будут с этими оперативниками. Реально, прикиньте, если добавить оперативника Nemilis, похожую на Завру, прикиньте. Блядь, никто бы не купил, да? Ну, я бы купил за миллион голды. Нужно перерабатывать в целом структуру. Глорик сидит просто с микрофоном, епта нюхает его. Глорик такой, блядь, ребят, я просто держатель микрофона. Всем раздает микрофоны там в студии, поняли? Просто пришел подержать микрофон, епта. Потом еще писюльку в туалете подержал мне, кстати. Глорик, спасибо. И структуру разработки. Мы любим нашу аудиторию и мужскую и женскую. При этом продукт изначально был заточен для мужчин. Найс. Сюда, мужики! Россия! Сейчас добавить сложнее. Первый ответ на тему. Будут ли персонажи? Да, будут. Оперативники? Будут. Будет ли... Сука, монтажер. Не мой монтажер. Ой, монтажер, кто это монтировал. Сука. Сука. Как? Дал бы тебе, блядь, свои мемы. Сейчас подойду, я не... Так, я тут... На основе оперативников какие-то коллаборации с блогерами. Пока не знаю. Мы посмотрим, как отработает обнова с оперативниками. Я отвечаю, в этой обнове будут оперативники. Отвечаю. Вот в 0.28.0 будут оперативники. Будем думать уже о коллаборациях. Могу еще добавить небольшой момент про женских и мужских персонажей. Наверняка наши игроки ожидают, что мы добавим каких-то красивых, тоненьких таких... Конечно! Надо тяночек в школе добавлять, ёпта. И прикиньте, еще сделать оперативников неймилис девочек. Да, например. Вот, например, который будет похож на Азару, например. Ну, будет она лям голды стоить. Ну, вы бы не купили, да? Ну, да, вы бы не купили. Но я бы купил, да? У меня у... Да, любимый, конечно. Че тут камеру показываю, и посмотрите? Не, ничего. Это подлезался просто. Я бы Котин купил тоже еще. Я забираю всех, Зай. Зай, 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 тихо, все. Причи, от машины! Все, все. Что бы ты там купил? Ну, скин на Котю. Алло, алло, иди. Зай, прикинь, если бы скины на оперативников были? Угу. Че бы ты купил? Прикинь, скин на меня был бы. Ну, в принципе, в принципе, Тэшников переделывать не надо. Просто сделать детали из лица, как у меня, да? Хочешь ты пошутить с зрителями? Как дал бы тис... Да, сюда, ёпта, куда ты, ёпта, мои бабки, алло? Да нечего, говори, какие вещи мне! Ты че, дура? Ладно, да шучу я. Ну, Котин бы взял скинами. Все, тихо. Все, давай, Жеш, зайдай! Закрой сварах! Давай, все, пошла. Домой. Все, пошел, пошел. Пошел, пошел. Все, ушла. Так, ладно. Я реально на Коте бы купил. Я вашего монтажера? Ну вот тут как раз... Да, скин на Шкульс надо. Ну, который будет как тяночки там выглядеть, да? Да, есть проблема в том, что они будут визуально меньше. Ага. Ну, это понятно. В игре все женские персонажи выглядят как мужланки. Весьма брутально. Это про Warface вроде как. Что ты сказал мужик? Или КС. И мы вот такой истории не очень хотим. Ну да, да. Все-таки школьники играют, они хотели бы тяночек. Вопрос не стоит, к сожалению. Да у меня стоит вопрос, епта на тяночек. На протяжении многого времени. Ага. Почему падают сервера? Каждый выход скинов на рынок просто. Кстати говоря, ребят, в конце. Я не знаю, говорила я это или нет. В конце я вам зачитаю вопросы, которые я задавал, но их вырезали. Когда кладут сервера игры, почему так? И будет ли в ближайшее время это пофикшена? Нет. Ну что я могу сказать? Нет. 0,27, 0. Были вылеты. Это больно и нам тоже. С этим сложно что-то сделать, потому что в момент выхода обновления онлайн взлетает просто в космос. Количество игроков превышает. Заходят, епта, в батл пассе посмотреть, покупать. Все допустимые возможности серверов. И каждый раз мы улучшаемся. И каждый раз надеемся, что справимся. Думаю, что в ближайшие обновы ты нам больше таких вопросов задаваешь. Ну, в 0,27, 0 у всех вылетало. Следующее обновление, которое сейчас будет скоро, скорее всего, тоже будет все вылетать. Ответ принят, как и перформанс тоже принят. Правда ли, когда заканчиваются немылы скины на рынке? Ера просто цыгал, блядь, сидит. То вы искусственно добавляете, дабы повысить продажи? Ну, это как будто бы говно вопрос. Ну, что значит искусственно добавляете скины? Зачем? Зачем их добавлять искусственно? Чтобы на них потратили голду? Ну, хз. Как будто бы, ну, добавление искусственно небелес скинов, как будто бы звучит глупо. Поэтому, ну, такой говно вопрос, честно. Ну, мне не нравится. Voice Chat. Вот это интересный вопрос. Будет ли нормальный Voice Chat, в котором можно будет потроллить? Смотрите, вы убрали. Ура, Глория, епта. Потаскал микрофон, теперь сам решил. Пять месяцев назад был звучат из игры, и вообще вы собираетесь? Не добавили вопросы Еры и Раша. Не хочется его обратно добавлять. Да, 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 собираемся. Разумеется, это очень классная фича. А я вам скажу, что они спрашивали. Мы получили кучу положительных. Или вставили. Да, ее ввели. Да. Но, к сожалению, потом в ходе использования, в ходе тестирования, получили также много негативного фидбэка и отправили ее на переработку. Ага. Что вы хлопаете, бараны? Они админы, епта. Им не надо хлопать. Чу-чу. Месяцев назад, когда мы его убирали, это все-таки голосовой чат был... В бета-тесте. Ага. То есть мы использовали наработки других компаний, а сейчас... Делайте свою. ...нашу внутреннюю разработку. Это же не будет выглядеть так же криво, как выглядело. То есть, ну, очень странно в голосовом чате, особенность голосового чата-стандоффа была очень странная в том, что после того, как я сказал какую-то инфу в голосовой чат, меня почему-то еще секунд 30 слышно, что у меня там происходит. Можно было даже слышать, что говорят противники. Да, это странно. То есть голосовой чат в любом понимании, в любой игре должен работать в реальном времени, и ты отжал кнопку, он закончился. Спасибо. Очень жду от тебя геймдизайн документ, как должен работать голосовой чат. Какой ебал бы, блядь! Ладно, шучу. Ладно. Не, ну, он так типа подъебал его, но тебе по факту задали вопрос. Ну, точнее, так сказать, подковырнули то, что реально голосовой чат, был даже такой баг, что ты слышал противника в голосовом чате с включенным микрофоном, как у него мамка, ёпта, в соседней комнате орет. А иногда было такое, ты включаешь микрофон, что ты говоришь, он тебе не работает, а потом как ты его отжал, он у тебя работает, и слышно, как ты сидишь там, херню несешь. И именно по нему мы всё и сделаем. В целом, да, согласен. Мне кажется, вот, мне, мне кажется, вот сейчас вот разработчик отвечал очень худо, и вот этот вот подъебал, а-ля, мы ждём твой документ с, как должен работать войс-чат, был, был очень хуевый, потому что, ну, у вас голосовой чат реально был кривой, и вам по факту сказали, что голосовой чат должен работать в реальном времени. Да? Ну, понятно, что там будет задержка, как в Дискорде, и, ну, в КСе, например. Ну, даже в Дискорде есть задержка в голосовом чате, для тех, кто не знал, скажу вам на удивление. Но не такая, какая была в стенд-оффе во время, как бы, бета-тестирования этого голосового чата. Когда это было в стенд-оффе, это был вообще трэш. Там, секунды три-четыре тебя ещё было слышно, когда ты отжал микрофон. Потому что это было кривовато, опять-таки. Кривовато. Разработка была не наша, и в ней каких-то изменений мы своей стороны внести не могли. А в случае нашей разработки, голосовой чат выйдет, допустим, там будет та же самая ситуация, что ты говоришь, мы сможем быстро это исправить. Я тоже чуть-чуть дополню. Казашка имела в виду за то, что багают оружие в разминке, в ММ, и когда запускается ММ, это уже пофиксили. Той информации, которая на данной... Это уже пофиксили, баг разминки пофиксили. Я не команда тестировщиков, но как человек, который писал... На момент выхода этого видео, такой баг должен быть пофиксили. По крайней мере, по тем... Да, баг разминки убрали. ...которые на данный момент есть. Женя, молодец! О продолжении ответов на вопросы смотрите во второй части. Сейчас мы занимаемся съёмками обзора летней обновы, поэтому вторая часть может выйти чуть позже. Обязательно подпишитесь на... Будет вторая часть, да? Ладно, я заспойлерю вам вторую часть, я не знаю, будут ли там мои вопросы, но тут были очень важные вопросы в первой части, и как будто бы в первой части должны были быть эти вопросы. Значит, что я спрашиваю? Сколько сантиметров у разработчиков? Не ответили. Видимо, мало. И касательно прикольных вопросов, я спрашивал, будет ли на день рождения стенд-оффа обновление? На тот момент обновы не было, если чё. Да? Ну, как бы там ещё не было дня рождения. Я как бы им закинул, будет ли обнова какая-то прикольная, что-нибудь интересное. По итогу мы получили 7 ерс и шилд в стенд-оффе. Как бы на нас положили огромный болт, да? Угу. Дальше я спрашивал, добавите ли вы тени в игре? Я не помню, ответили мне на этот вопрос или нет. И спрашивал очень довольно прикольный вопрос. Будет ли поменена физика в данной игре? В плане том, что вы, наверное, многие смотрите кс или же играли кто-то из вас в кс. Например, когда там дропаешь оружие, в него можно стрельнуть, чтобы оно отлетело, да? И, наверное, многие видели в тиктоке или шорсе, как чел, типа, кидает авик, кидает в него хаешку, стреляет в него и оно прилетает твоему тиммейту с другой стороны. Ну, как бы, как будто бы ты мячик кинул, да, навесом. Что-то типа такого, на что мне ответили, пошел-ка ты, потому что такого, скорее всего, не будет. Вот. Дальше я спросил, правда ли, что Аксель будет разбанивать читеров с камерами за деньги? Не помню, ответили мне на это или нет. Скорее всего, даже если ответили, они это вырезали. Когда будут банить кламтеров? Скорее всего, будет в следующей части. Будет ли развитие физики в игре? Вот, это я уже вам сказал. Почему передо мной и после выхода много читеров? Ну, они и будут всегда. Еще я спросил, почему за столько времени разработчиков не интересует наши удобства в игре? То, что они не могут сделать ничего из того, что мы так долго просим. Античиты, баги плеча и так далее и тому подобное, да, как бы, нас кормят только обещаниями и завтраками. Чувствуется то, что мы как какие-то собаки, да, которым накидывают корма, да, и говорят, братанчик, покушай пока это, завтра будет, ну, нормально. И мы сидим и ждем обновления из года в год. Того же улучшения античита, того же, ну, насчет улучшения античита, я заметил сейчас то, что начали чаще выпускать патчи. Да, 0.27.0 вышло, уже вышло порядка пяти патчей за это обновление. Ну, ладно, четыре патча не считая семь ерс, да, где в этих патчах дорабатывается античит и банятся софтеры. Слава богу, наконец-то мы этого дождались. Но читеры все равно есть. Также тот же самый баг плеча, который не фиксится кучу лет. Единственное, что пофиксили баг с разминкой. Но, как обычно повторюсь, в этой игре, если будут какие-то проблемы, только тогда, когда это коснется рынка. Когда это связано с обычным геймплеем, как бы у разработчиков нет цели делать прекрасный геймплей в этой игре. У разработчиков есть прекрасная цель, как будто бы, ну, не как будто бы, а так и есть. Ну, у любой игры это заработать денег. Поэтому, кроме высасывания, как пылесосом денег, ну, добавления батл пассов, скинов и так далее и тому подобное, ближайшее время мы не ждем. Особенно, когда будет игра загибаться. А как я вижу, она уже начинает загибаться. Админы начнут что-то думать. Но тогда уже будет поздно. И когда они поймут, что, ой, мы уже опаздываем, начнется снова высасывание денег и с последней капли крови. Но и со временем игра, скорее всего, умрет. Короче, ребят, такова моя реакция на первую часть этого ролика, да, как она по итогу оказалась, это первая часть. Баг плеча у нас не пофиксили, дробаши не пофиксили, зато добавили шар баксы, которые стоили серебро. Теперь они продаются на рынке за голду. Мастерскую в этом году добавят. Оперативников в этом году должны добавить. Ложную гранату и Зевс не добавят. Но зато изменят, скорее всего, батл пасс, как попросил Веля. И добавят наклейки. Ладно, будет вторая часть. Напишите в комментариях, сделали реакцию на вторую часть. Обязательно тыкай лайкосик, тыкай на рой, который вот тут вылез. Подписывайся на канал. А меня зовут Мага, Нави Тренер. Подписывайся также на мою телегу. И всем пока. Продолжение следует...